Территория Даурия – это восточная часть славянской растений Красной Руси, территории трёх континентов. А сейчас, пожалуй, лучше сказать четырёх. Потому что между Японией и Австралией есть океания, а в океане есть огромное мелководье. Это мелководье называется материк Сунда. Да, сунданиты, которые там жили, это люди, предшественники Айнов. А сегодняшняя генетическая наука полностью доказала, что Айны – это русичи евроазиатской части мира. Русичи – культура дзимон японцев, которая не хвастается, славянская культура современностей. Вот оказывается, как было, Айны имели очень крупный флот. И хунны, которые жили на территории Даурии, обратите внимание, хунны – это славяне. Сусимы вместе со своим руководителем Шиху перешли в центральную Японию и создали там государственность ещё в 350 году Новой Эры. Эта государственность и является началом японской этнической общности. И тот самый знаменитый меч Катана, который сегодня японцы считают своей национальностью. Ребята, это сармазский меч Крыма. Не более. А булат, который на нём, это же уральский булат Аркаима и Златоуста. Вот как всё выглядит в современности. Но если вы придёте в музей Японии, Китая и, не дай бог, Кореи, это там нигде не будет и близко показано. Мы узнаем, как выглядит нанайц, мы и так знаем. Мы узнаем, как выглядит гольф, мы и так знаем. Мы очень многое в этом плане знаем. Но здесь слово «славянин» или «русич» нигде не будет употребляться. Нашими учёными причина очень простая. Придётся сменить хлебушек, кушать который можно. И нужно перейти на свой чёрствый с другого приятного. Вот так всё будет выглядеть на самом деле.